Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла о Советском Союзе 80-х и 90-х, вернее о жизни обычных людей в Советском Союзе 80-х годов и жизни обычных людей в постсоветских странах 90-х годов, вот эти 80-е и 90-е, которые совсем не такие, как некоторые их представляют или пытаются представить сейчас в средствах массовой пропаганды. Этот период имел свои плюсы, свои минусы, но он далеко не был таким, как его зачастую представляют. И особенно люди, которые не жили в это время, они имеют очень много стереотипов, которые зачастую очень имеют мало общего с действительностью. Поэтому вот я в прошлый раз рассказывал о том, как обстояли дела в начале 80-х, как жили люди на примере моей семьи городского среднего класса. А сегодня я хотел бы рассказать о школе в конце 80-х, во второй половине 80-х. В принципе, я, получается, ходил в школу 6 лет в советское время и 4 года после распада Советского Союза. И это, в общем-то, два очень сильно отличающихся периода на самом деле. И я думаю, что про второй период я расскажу отдельно. А сейчас мы поговорим о школе в советские годы. И то, что я видел в конце 80-х, я думаю, это очень мало отличалось от того, что было и в 70-х, и даже в 60-х. Почему я так думаю? Потому что есть такой литературный шарж, можно сказать. Ну, в позднее советское время были популярны сатирики. Если кто не знает, то, в общем-то, советское общество в 80-х было достаточно самокритичным и ироничным. Люди смеялись или иронизировали над окружающей советской действительностью. Естественно, очень много у нее было недостатков. И были сатирики, которые рассказывали разные вещи, которые в ироническом ключе передавали вот эту советскую действительность. И вот один из них сделал такие словесные шаржи на людей, которых он видел в общественном транспорте. В метро или в автобусе, уже не помню, не суть важная. И вот один из этих шаржей звучал таким образом. Прическа 60-х, одежда 70-х, лицо злое. Подпись. Учительница. То есть, как мы видим, и если бы это не соответствовало действительности, это было бы не смешно. И люди бы над этим не смеялись. А поскольку люди над этим смеялись, это было смешно, соответственно, это было попадание в точку. И вот, когда такая вот дама с прической 60-х и в одежде 70-х годов возникает, то очевидно, что она очень мало менялась и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е. Она была такой же, она учила тому же. И в принципе, поэтому я думаю, что и советская школа очень мало изменилась за эти 20 лет. А вот она очень сильно изменилась уже в постсоветские годы. И в советское время дети ходили в школу, ну скажем так, по месту жительства. У меня было возле дома две школы. Прям в трех минутах ходьбы украинская школа и в семи минутах ходьбы русская школа. Меня дали в русскую школу. Она была чуть-чуть более престижной. На то время большой разницы не было. Но, как оказалось, выбор моих родителей в том далеком 85-м году, уже в начале 90-х, он оказался очень важным. Потому что дальше пути этих двух школ разошлись довольно сильно. И та школа, в которую я пошел, как в обычную советскую среднюю школу, она в начале 90-х очень сильно приобрела престижа. Как одна из лучших физико-математических школ, она входила в тройку самых лучших физико-математических школ Киева. И к нам уже тогда стали приезжать дети, ну, старшеклассники из абсолютно разных районов города. Но, когда я поступал, это была обычная школа, в общем-то, но достаточно неплохая. Она была не центральная, она была не на окраине, где-то вот такая, именно в средней части города. Да, в основном в классе у меня были дети из семей такого же социального уровня, как и мои родители. То есть это дети городского среднего класса, интеллигенции. Конечно, в центре были школы более престижные в плане номенклатурности, куда ходили дети номенклатуры. Это не были какие-то особые школы, это важно подчеркнуть. Это были обычные средние школы, но поскольку дома были номенклатурные, Что значит номенклатурный дом? Это дом, в котором квартиры давали ЦК КПСС, Совет Министров, Министерство и подобные учреждения. И, соответственно, жили в тех домах и в тех районах вот эти номенклатурные кадры. И поэтому в школы, которые были расположены в тех районах, ходили их дети, номенклатурные дети. И попасть к какому-то другому человеку в эту школу было очень сложно, практически невозможно. Поэтому вот в центре были такие номенклатурные школы. Может быть, в каких-то из них было лучше обучение иностранным языкам, к примеру. Но вот с точки зрения физики и математики, особенно математики, они были ничуть не лучше, а даже, наверное, и хуже. Поэтому, в общем-то, я не жалею, что я ходил в эту такую вот обычную школу, которая оказалась очень сильной в плане именно математической подготовки. Ну, как поступали в школу? Поступали в школу дети из окрестных домов, как я уже сказал. Я помню, мои родители ходили в эту школу предварительно, чтобы договориться о том, что вот меня возьмут. Но никаких там, никакого блата, никаких взяток, ничего такого не было. Это, в принципе, тогда, наверное, не существовало. По крайней мере, на уровне средних школ. Дальше было все, что обычно. Был первый звонок. Ну, два больших праздника советской школы. Первый звонок и последний звонок. Первый звонок, первого сентября. Последний звонок в конце мая. Дети нарядные. Прежде чем идти в школу, к школе готовились. К школе готовились в конце августа. Были такие школьные базары, на которых покупали стандартные наборы ученика советского. Советской школы, особенно младших классов. Что это было? Это был ранец. Это такой портфель с двумя лямками, которые носили на спине. То есть, рюкзаков тогда практически не было. Каких-то портфелей, которые в руках носили. Ну, вот эти портфели, они были как портфели, которые носят в руках, но еще с лямками, чтобы их можно было носить на спине. Они были из такого кожезаменителя или дермантина. А их хватало на пару лет, потом они нещадно рвались уже. Вот. Такой портфель был. Вторая часть непременно советского школьника, это был пенал. Это такой прямоугольный ящик, в который можно было положить карандаш, стирательную резинку и ручку. О ручках, именно чернильных ручках или перьевых ручках, я поговорю отдельно, потому что это очень важная часть советской школы. Что еще было? Была школьная форма. Когда я ходил в школу в советское время, это была уже синяя форма, темно-синяя форма для мальчиков. Девочки носили темно-коричневые платья с черным фартуком в обычные дни, а в праздничные дни, в частности на 1 сентября, на последний звонок, на какие-то там день рождения Ленина и прочие советские праздники, они носили белый фартук. Вот, в общем-то, так выглядели все школьники. Форма, естественно, была обязательной, была одинаковой во всех школах. Что еще было такого, что объединяло всех советских школьников? Это учебники. Ну, нам в первом классе выдали азбуку. До меня, ну, по-моему, прям все годы до моего, первым учебником был букварь, такой темно-синего цвета. Когда я пошел, по-моему, это был первый год, когда появилась азбука, такая бело-оранжевая книжечка. Но, по сути, это одно и то же. Так, это вот такой учебник букв, учебник алфавита и первый учебник для чтения. А остальные учебники и эту книгу дарили. То есть, она оставалась у ученика. А остальные учебники давали в пользование на год. И вообще предполагалось, что ими будут пользоваться пять лет. Ну, то есть, через пять лет будет замена. И поэтому в конце этих советских учебников была такая табличка из пяти строчек. Где там был год, класс, фамилия, состояние, в котором этот учебник получил и состояние, в котором он его сдал. Но, когда вот я по своему опыту помню, что когда я получал книги, учебники, многие из них, там было уже пять строчек и внизу была шестая, уже дописана и седьмая. То есть, эти учебники, ну, использовались больше, чем пять лет. И многие были в состоянии, скажем так, посредственном, не очень хорошем. Но, тем не менее, учебники нам давали бесплатно. И учебники нам давали первого сентября, а мы сдавали их в последний учебный день года в школьную библиотеку. Это было с первого класса такое. Что еще было? Ну, такая обычная школьная жизнь, она началась практически сразу, практически с первого сентября. Уроки. Уроков было немного, там 3-4 урока в день. О них я поговорю позже. Между ними были переменки. Ну, окей, давайте начнем с уроков. Что учили в советской школе в начальной школе, в первые три класса? Вообще, в первые три класса у советских школьников была, так называемая, первая учительница. Или еще называли, там, в кавычках, вторая мама. Вот это как раз типичный пример. Прическа 60-х, платье 70-х, лицо злое. Очень часто были вот эти первые учительницы именно такими дамами. Они учили элементарным вещам, это чтение, чистописание, арифметика, чтение букварь, азбука, первый класс, там, буквы, естественно, и на каждую букву какой-то стишок типа «Мама мыла раму» и подобное. Потом уже в следующих, во втором-третьем классе, там были книги для чтения, и там были короткие рассказики, очень часто про дедушку Ленина, «Ленин и дети», «Ленин и печник», какие-то еще первые годы советской власти. Там были такие два деятеля, которые любили писать детские рассказы о Ленине. Это Бонч Бруевич и Крышиновский. Погуглите, если вам интересно, такие большевики, которые играли важную роль в первые годы советской власти, потом куда-то отошли в тень. Их там Сталин не расстрелял, и вот они такие детские рассказы писали. И были еще рассказы на неполитические темы, особенно там от таких писателей, как Пришвин и Паустовский. Почему-то вот это мне запомнилось. Рассказики короткие, естественно, там на полстранички, но очень часто были рассказы о Ленине. То есть нас уже начинали с первых там классов идеологически прорабатывать в нужном ключе. Почему советская школа, как уже впоследствии я узнал, и на самом деле, наверное, не только советская, а практически любая школа играет функцию, ее главной функцией является не научить вас чему-то, а социализировать детей. Что такое социализация? Социализация это вхождение в общество, то есть научить жизни в обществе. Это главная функция среднего образования, если кто не знает. Не учебная, а социализирующая. И советская школа ее отыгрывала очень хорошо. И, конечно, она учила вхождение в советское социалистическое общество. Естественно, идеологическая проработка, накачка мозгов этой всей коммунистической дурью, она была поставлена очень качественно с первых же классов. И не только на уроках. Об этом отдельно поговорим. Второй урок чистописания, где нас учили писать, и вот здесь как раз уместно поговорить о чернильных или перьевых ручках. В советской школе, ну, по крайней мере, у нас так было, я не знаю, может, это у кого-то было не так, но я думаю, что это было у всех практически так, было табу на использование шариковых ручек. Шариковые ручки нельзя. Считалось, что они портят почерк, поэтому надо было писать чернильными ручками. К счастью, уже ручки на то время были так называемые автоматические. Ну, это имеется в виду, что они были с автоматической подачей чернил. Их заправляли, там заправки хватало на пару часов, ну, в общем-то, на день учебный в младших классах хватало. И они были гораздо менее опасны с точки зрения всяких клякс, чем ручки, которые окунали в чернильницу и писали, пока чернило не высохнет. Ну, наверное, наши родители вот такими писали, а мы уже писали автоматическими чернильными ручками. По-моему, мы даже не носили с собой чернильницы. Хотя, конечно, чернильницы у нас были, у всех советских таких учеников были чернильницы. Но, по-моему, мы их дома заправляли. Потому что носить чернильницу удовольствие очень небольшое. Если там как-то ее плохо закрыл, чернила протекут и испачкают и тетради, и книги, и ранец. Ну, это, конечно, катастрофа. Потому что, конечно, лучше было это все оставлять дома. Но вот что мы носили обязательно, причем не в единичном экземпляре, а в каждой тетрадке, у нас была промокашка. Потому что кляксы все равно образовывались. Почему образовывались кляксы? Если чуть-чуть сильнее нажмешь этой чернильной ручкой, то может вылиться капелька. Там надо было нажимать с небольшим усилием, чтобы вот эта автоматическая подача чернил работала. А если усилия чуть больше, то капля будет больше, и она растечется по листу. И надо было очень быстро промокнуть, пока она не запачкала там весь лист. Ну и даже если все вы написали аккуратно, то чернила они не сразу просыхали. И если вы перевернете страницу, то можно было запачкать соседнюю страницу тетради. Соответственно, надо было промакивать обязательно текст, который вы писали. Поэтому вот такие вещи, как чернильные ручки, чернильницы, промокашки, это была повседневная забота советских школьников. Учили нас писать, к счастью, уже по-простому. Нас не заставляли выводить каллиграфическим почерком буквы, когда там вниз ведешь жирный штрих, а наверх тонкий штрих. Все эти вещи, они уже, к счастью, тогда остались в прошлом. Но вот что было для некоторых учеников неприятно, это то, что нас учили писать правой рукой. Большинство из нас были правши, разумеется, но в классе на там 30-35 человек было 2 или 3 левши. Это нормально, это в человеческой популяции стабильно. Есть люди, которым более развита левая рука. Так вот, в советской школе их переучивали, нельзя было писать левой рукой. Было строго запрещено, их насильно переучивали писать правой рукой. Это, конечно, им давалось нелегко. Ну, а третий урок такой стандартный, это урок арифметики. Ну, тут и говорить не о чем, учили цифрам, учили правилам сложения, вычитания. Во втором классе таблица умножения. То есть, это понятно, это и сейчас так, я думаю. Какие были еще уроки? Кроме вот этих трех базовых уроков, которые вела наша первая учительница, были еще такие дополнительные уроки. Я помню, было рисование, было пение. Рисование, на самом деле, это было изобразительное искусство. Его вела такая дама у нас с намеком на эстетизм. Она нам рассказывала какие-то вещи, в принципе, довольно интересные о типах художественных произведений, там натюрморт, пейзаж, портрет, о том, как смешивать разные краски, какие цвета сочетаются, какие не сочетаются. Но рассказывать это детям в 7-8 лет, мы это очень плохо воспринимали. Для нас это было очень абстрактно. А когда от нас пыталось требовать, чтобы мы рисовали довольно хорошо, то есть, сначала эскиз, чтобы мы рисовали карандашом, потом мы уже рисовали в красках, у нас это получалось плохо. Ну, грубо говоря, не все дети художественно одарены. Большинство не имеет таланта к рисованию. И поэтому, ну вот, к сожалению, такого человека, который очень много от нас хотел, ну, это было неправильно, это было контрпродуктивно, я бы сказал. И мы не испытывали таких каких-то теплых чувств к изобразительному искусству. Но там, правда, было не только рисование, там было также. Мы лепили что-то из пластилина, мы делали аппликации, ну, но это было как бы все менее важно для нее. А вот рисование, вообще художественное такое воспитание, это было бы, может быть, неплохо, если бы это было в более таком зрелом возрасте и нацелено больше на эстетическое воспитание, чем на то, чтобы научить хорошо рисовать, как там такие начинающие художники. Тем не менее, у всех советских школьников были, я думаю, акварельные краски, была гуашь, это было тоже, и альбомы для рисования, и кисточки. Это было стандартно. Ну, а пение, там была учительница молодая и достаточно такая, ну, я бы сказал, невредная. Она понимала, что не у всех детей есть слух, у большинства слух не очень хороший, и петь чисто, не фальшиво мы все не будем. Да, мы учили разные песни советские, типа там про дедушку Ленина, про октябрят, про пионеров. Это было. Это было без большого энтузиазма и без большого надрыва. К счастью, нас там не учили всех быть какими-то там певцами. И была физкультура, конечно, само собой, там с первого по десятый класс были уроки физкультуры. Кроме уроков, собственно, с самых первых классов были вещи, которые были нацелены на идеологическое воспитание. Ну, прежде всего, это политинформация. Что такое политинформация? Это значит, что вы приходите на урок на 5 минут раньше, но уроки начинались в 8.30 и продолжались где-то там до 11.30-12 часов. Так вот, приходим на 8.25 или на 8.20, я не помню. Но вообще политинформация была 5 минут, по-моему. То есть это была короткая вещь. И класс, допустим, класс у нас где-то было в первых классах 30-35 человек. Выбирали по очереди два человека. Ну, мы знали, кто будут следующие два человека, говорили, кому надо подготовиться. Так вот, эти два человека, они должны были подготовить короткий такой спич, короткую речь на там 2 минуты об общественно-политической ситуации в стране. На минуточку, это первый класс, это там 7 лет детям, как мы поступали. То есть каждый где-то раз в месяц должен был выступить. Как мы это делали? Мы брали газеты, а все советские люди выписывали хотя бы одну газету. Типа там, кто-то выписывал известия, кто-то правду, кто-то труд, кто-то две газеты выписывал. И из газет брали какую-то статью из передовицы, где было написано, что там товарищи Горбачев, Рыжков, Воротников, Долгих, Чебриков и так далее провели заседание Политбюро, на котором обсуждались такие-то вопросы о том, какие там у нас надои, какая выплавка стали, или как осуждают израильскую военщину. Вот это вся туфта, которую печатали на передовицах советских газет. Мы из нее делали такое небольшое выступление, заучивали его наизусть, приходили и отторабанивали, мало что понимая, просто отбывая номер. Вот эти политинформации, они были, по-моему, все советские годы, с первого класса. Что еще интересного было? В конце зимы, начале весны 1986 года состоялся 26-й съезд КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. Я помню, что вот мы, а мы учились в первом классе тогда, мы должны были сделать альбом, посвященный съезду ЦК, съезду, вернее не ЦК, а именно КПСС, каждый ученик. То есть мы брали альбом для рисования, мы брали эти газеты советские, делали из них вырезки, как-то там, какие-то были фотографии, типа там Дворец съездов, Кремль, портреты Горбачева, там Рыжкова и так далее. Какие-то вырезки из газет небольшие, статейные наклеивали, какие-то рисовали вещи, типа там звезды, там какой-то Кремль, может быть, нарисовали, уже там чем-то красками или фломастерами. Вот так красочно оформляли, как бы это все делали, на это нам давали где-то неделю, и потом мы должны были сдать эти альбомы, чтобы там все видели, как вот мы, советские дети, ответственно подходим к изучению работы съезда КПСС. Дальше регулярно у нас были всякие такие октябрятские мероприятия, потому что нас как бы сразу же приняли всех в октябрята, дали нам такой значок с кучерявым молодым Володей Ульяновым и поделили на звездочки. Ну вот представьте себе класс школы, три парт, три ряда парт, на каждой парте два человека сидит. Значит, соответственно, вот в ряд сидят шесть человек, и этих парт, рядов было у нас, по-моему, пять или шесть. Ну, считайте, 30-35 человек в классе, то есть пять-шесть рядов. Соответственно, друг за другом, те, кто сидит один за другим, люди, ученики, дети, образовывали одну звездочку. И у нас было шесть звездочек в классе. У каждой звездочки там было какие-то задания. Но самые главные задания были для всего класса. Какие это были задания? Вот наш класс назывался Орлята. У нас был девиз Орлята учатся летать. У нас были какие-то кричалки, типа там нам салютуют шум прибоя, над нами небо голубое, Орлята учатся летать. Это, наверное, шло еще с 30-х годов. Почему Орлята? Потому что военные летчики, да, ну, те, кто защищают мирное небо нашей социалистической родины. Да, нам Сталин дал, что стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Вот типа того. И вот так вот нас с семи лет уже готовили в этом милитаристическом духе Орлята учатся летать. Что мы должны были делать? Не только мы, все классы должны были делать. Должны были учиться, строиться в несколько шеренг, поворачиваться на месте, налево, направо, кругом. И ходить, маршировать. Вот мы этим занимались регулярно в школьном коридоре, то есть вместо уроков. Причем мы этому даже радовались, потому что что это было для нас? Вместо того, чтобы сидеть и учиться, нас выгоняли в школьный коридор, ну, по очереди. Там один класс был только вот один урок, один класс. Вместо учебы учился строиться, поворачиваться и ходить. И не просто ходить, а ходить и кричать вот эти свои кричалки и петь эти свои октябряцкие песни. Почему я это знаю? Ну, потому что, естественно, мы сидим, учимся, а параллельный класс, у нас было три параллельных класса АБВ, а параллельный класс в коридоре марширует, и мы слышим, как они там кричат свои песни. А потом следующий урок, и мы вместо них там строимся и ходим, маршируем и кричим эти свои кричалки. Это мы занимались там несколько недель, а то и месяц, а потом была торжественная линейка. Приходила директриса, заучи, и вот выстраивали все вот эти три класса первых. И каждый по очереди там строился, что-то рапортовал, поворачивался там налево или направо, и шел маршем вдоль директрисы и заучи, и кричал вот эти кричалки. То есть вот это было и в первом классе, и во втором, и в третьем, и это было не один раз в год. Это было очень регулярно. То есть нас как бы этому уже учили быть винтиками, ходить с строем, подчиняться приказам, и это было очень типично для советской школы. Мне это не очень нравилось, скажу сразу. И вообще вот этот коллективизм мне никогда не нравился. И я вот точно помню, даже еще когда я был первоклассником, что вот наступает какая-то переменка, мне хочется побыть самому, я выхожу в коридор, я подхожу к окну, я смотрю на окно, за окном школьный двор, потом забор, потом парк политехнического института, по парку, по аллеям идут люди. Тогда это все мне казалось взрослые люди, но я так понимаю, что в основном это были молодые люди, студенты, ну, преподаватели, возможно, мне казалось, вот как классно. Вот мы тут в школе, как в какой-то казарме, ну, в заперти, скажем так, подневольные люди, а они свободны, они взрослые, они идут куда хотят, они живут так, как хотят. И вот я думал, и вот я там вырасту через 10 лет, тоже буду студентом, тоже буду ходить по этим дорожкам, тоже буду сам распоряжаться собственной жизнью. Вот такие мысли у меня тоже из первых классов школы запомнились. Что еще? Ну, в принципе, третий класс, третий класс, это последний класс вот этой начальной школы. И третий класс, это когда принимали в пионеры. В пионеры принимали в три захода. Вообще предполагалось, что осенью, в конце осени, по-моему, на 7 ноября даже, примут лучших, примут отличников, у которых хорошее поведение, хорошее прилежание. Вот. Потом где-то зимой примут остальных, а уже весной примут отстающих. Тогда как раз был разгар перестройки, гласности, демократии. Это вот, по-моему, 88-й год, если я неправильно помню. Может, 87-й? Да, это осень 87-го года. Но перестройка уже шла полным ходом. И наша вторая мама, первая учительница, решила поиграть в демократию. И говорит, вот, давайте вы определите, а кто же наиболее достоин быть принятым в пионеры в первом заходе. Окей. И сразу кандидатуры. Там ряд девочек, таких вот, такой актив класса, девочки, которые были доверенными лицами этой учительницы. Почему? Потому что, вот, класс, учительница же не всегда в классе на переменках, да? Она куда-то выходит, куда-то там в учительскую идет, потом возвращается, начинается урок, и там девочка тянет руку. Марья Васильевна, что такое, Наташа? Марья Васильевна, а вот пока вас не было, а тут мальчишки, а вот там бегали, а вот там дрались, и то-то, и то-то. Ну, в общем, по-нашему, мы их называли ябеды. Так вот, четверо мальчиков, в том числе и я, мы провели своего рода политическую агитацию. Мы агитировали наш класс не голосовать за ябед. Об этом, естественно, доложили учительницы. Она поставила нас перед классом и начала нам выговаривать. Нам было сколько? Девять лет. Да, начала нас поносить, на чем свет стоит, выговаривать, что мы такие сикия. И за это нас накажут. Нас примут в пионеры в последнюю очередь. Но, правда, наша политическая агитация какие-то плоды дала. Вот девочек ябед на выборах прокатили, за них не проголосовали. И в итоге от нашего класса в пионеры, в первый заход, приняли только одну девочку. Такую тихую, которая не ябедничала. Она жила так, моя хата с краю, сидела там тихоня такая. Вот и она единственная, кого приняли в пионеры в первом заходе. Ну, а мы, соответственно, пострадали. Нас приняли в пионеры в самую последнюю очередь. И это, конечно, было стыдно, я вам скажу. Почему? Потому что, ну, в классе в нашем знали, почему нас приняли в последнюю очередь. Люди на улицах, в других классах. Вот представьте себе, они видят, что уже все с галстуками пионерскими ходят. А какие-то дети ходят без галстуков. А кто ходит без галстуков? Кого принимают в последнюю очередь? Ну, двоечников всяких. А что, приятно быть двоечником, когда на самом деле ты не двоечник. Ты пострадал не за плохую учебу, а за вот политическую активность. Так что, да, было несколько месяцев, когда было не очень приятно ходить по школе и по улицам. Когда на тебя смотрели, ай-яй-яй, какой плохой мальчик, наверное, двоечник. Но потом нас тоже приняли в пионеры, без торжества, в школе. Все стали пионерами. И началась уже другая жизнь, можно сказать. Пионерские галстуки. Но не суть важна. Дело в том, что, скорее, самым большим отличием было то, что мы с нового учебного года пошли на вторую смену. Опять же, в Советском Союзе тогда, в 70-е годы, был бум рождаемости. Почему? В конце 70-х рождались дети у родителей, которые сами родились в начале 50-х. А что такое начало 50-х? Это baby boom. Это послевоенный всплеск рождаемости. Соответственно, вторичный всплеск – это конец 70-х. А потом начало 2000-х. Вот такие циклы. Ну, демографы лучше пояснят вот эти эффекты рождаемости. Когда большие поколения, когда маленькие поколения. Вот у нас было большое поколение. Поэтому у нас было много детей в классах. У нас было много классов в параллели. И, соответственно, школа не резиновая. На всех классов не хватает. В первую очередь учились в лучшее время. То есть с утра первоклассники, второклассники, третьеклассники, то есть малыши. И старшеклассники. Это 4 последних класса. А вот серединка – это, ну, в 10-летней школе – это 4-й, 5-й, 6-й классы. Они учились во вторую смену. На самом деле, когда я учился, была школьная реформа в Советском Союзе. И от 10-летней школы переходили к 11-летней. И поэтому какой-то один класс… Мы учились 10 лет. Но какой-то один класс, получается, выпадал. У нас выпал 5-й класс. У тех, кто учился на год старше, выпал 6-й класс и так далее. То есть мы пошли в 4-й класс еще по старой системе. А уже по 11-летней системе мы пошли в 6-й класс, как бы перепрыгнув в 5-й. Были, конечно, конфузы. Потому что учебники-то никто в основном не переиздавал. То есть у нас была часть учебников старых для 5-го класса. А часть учебников уже новых, по новой программе, уже для 6-го класса. Ну, вот такие были нюансы. Но это мелочи. Главное, что режим учебы на второй смене, он очень сильно отличался от режима учебы на первой смене. Потому что мы уже не совсем маленькие дети. Это там 10, 11, 12 лет. Наши родители работают. Они с утра уходят на работу, вечером приходят. И мы, школьники вот этих средних классов, учившиеся во вторую смену, мы были предоставлены сами себе. Мы по утрам, вот первую половину дня, где-то лазили, гуляли, играли. И там дворы были нашими. Потому что там старшеклассников не было. Они учились, младшеклассники учились. А вот мы как раз и занимали все это безлюдное пространство утренних дворов. Учеба была не очень сложная на самом деле. Поэтому мы там много играли, много бегали, гуляли по гаражам всяким. Какие-то такие вот были вещи. Потом прибегали около 12.30. У нас начиналась вторая смена. Где-то около 12.00 я прибегал домой. Там быстро что-то разогревал еду какую-то. Быстро обедал за 5 или 10 минут. Гладил галстук. Гладили галстук пионерским и каждый день. Повязывал галстук. Повязать галстук это целое искусство. Его не просто так надо было повязать, а повязать, чтобы был ровный красивый узел. И бежал в школу на вторую смену. И это тоже был определенный колорит. Потому что сначала там учились еще старшеклассники. До там 3 часов дня где-то. А после 3 школа была пустой. И мы тоже были такие господа школы. Вот этой огромной пустой школы. Где кроме нас, наших классов никого не было. И мы там на переменках бродили по этим уже коридорам. Когда темнело, когда уже сумерки были. И как по каким-то там коридорам старинного замка. Вот. В общем-то это какой-то особый колорит добавляло. Ну, кроме школы для детей в Советском Союзе были так называемые внешкольные мероприятия. Ну, для тех, кто учился в первую смену, была продленка. То есть, родители обычно-то работали допоздна, до 6 вечера, до 5 вечера. Соответственно, была группа продленного дня. Где там дети делали домашние задания. Ну, и просто вот проводили время под присмотром. Но мы учились на второй смене. У нас никаких продленок, соответственно, не было. Но даже до того, как мы там учились на второй смене. Еще когда учились на первой смене. Были и внешкольные активности. Самой главной такой активностью, наверное, была музыкальная школа. Наверное, где-то 30-40% детей в Советском Союзе ходили в детские музыкальные школы. Это было очень распространено. У меня из друзей, наверное, половина ходила в музыкальные школы. Я не ходил. Я не из музыкальной семьи. Но вот многие ходили. И это было где-то 3 раза в неделю. Вторая школа. Были дети, которые ходили на какие-то спортивные кружки. Это было менее распространено. И если музыкальные школы, их было практически столько же, как и обычных школ. Ну, грубо говоря, на две обычные школы приходилась одна музыкальная. Как-то так. То спортивных секций кружков их было меньше. И туда уже приходилось ездить, куда-то договариваться с тренерами. Я ходил на плавание. Ну, ездил, конечно же, бассейн. Это была редкость. Это надо еще было устроиться, куда-то попасть по блату в бассейн. Это считалось престижным. Вот. Ну, спортом занимались меньше. И были еще кружки всякого моделирования. Обычно это дом пионеров. Или еще какие-то там дома культуры. И там были разные кружки. Авиамоделирование. Или кораблестроение. Юные корабелы. Клеили макеты кораблей. Я одно время ходил в кружок юных радиолюбителей. И нас учили. Там такие два дядьки с завода рабочие. Но они нас учили паять печатные платы с нуля. Причем вот прям от куска текстолита. Плата, из которой надо было вырезать плату. Потом ее надо было вытравить. Надо было нанести дорожки. Потом лудить эти дорожки. То есть, это самодельная плата. Это не промышленная, естественно, плата. То есть, эти дорожки надо было вручную паяльником наносить. Потом сверлить отверстия для всех радиодеталей. Знать, какие резисторы, какие конденсаторы, какие диоды нужны. Подбирать их и паять, соответственно. И таким образом вот с нуля я спаял плату радиоприемника. Это мое, наверное, единственное достижение. Там дальше предполагалось, что еще надо из пластмассы изготовить корпус. И сделать самодельное радио. Но я не очень долго ходил в этот кружок. Плату я с нуля и до конца сделал. А уже там радиоприемник до ума не довел. Но вот такие кружки тоже были. И в такие кружки дети тоже ходили. И это считалось, в общем-то, правильным, полезным. Потому что родители работали. Дедушки, бабушки, если молодые, еще тоже работали. Если там кто постарше, те уже с детьми сидели. Но детей надо было чем-то занять. А занять было нечем. Потому что, ну, телевизор, о телевизоре отдельно поговорим. Там мало что было. Там была одна кнопка или две кнопки. И очень мало было каких-то интересных программ. Интернета, естественно, не было. Что, каких-то развлечений не было. Соответственно, или дети будут в музыкальной школе, в спортивной секции, в каких-то кружках. Или дети будут с утра до ночи, ну, помимо школы, лазить, шариться по дворам. А это не приветствовалось на самом деле. Хотя мы много времени проводили в дворах и в гаражах. Где-то там лазили по всяким закоулкам. Играли. Играли в футбол. Мы любили играть. Еще более популярная игра тогда была квадраты. Я не знаю, как бы сейчас вы знаете, что такое квадраты или нет. Но квадраты в то время, в конце Советского Союза, в конце 80-х. Это была мега популярная дворовая игра. Наверное, более популярная даже, чем футбол. На поле футбольном чертилось 4 квадрата. Где-то 2 на 2 метра или 1,5 на 1,5. Не помню уже. Значит, каждый квадрат. Ну, там можно было играть вдвоем, втроем, вчетвером. В квадрат становился человек. Бросался мяч, вкидывался мяч. Задача была такая. Мяч может ударить по квадрату один раз. Максимум. То есть его надо было отбить. Или сразу отбить, чтобы он ни разу не попал по твоему квадрату. И ты его отбил на квадрат соперника. Или он один раз ударит по твоему квадрату. И дальше ты его отбиваешь. Отбивать можно было туловищем или ногой, но не рукой. И отбить надо было на квадрат соперника. Ну, то есть на занятый квадрат. Если ты отбивал или за поле, или на незанятый квадрат, то это было, грубо говоря, игра заканчивалась. Это твое поражение. Ты проиграл. Ну, грубо говоря, там тебе штрафное очко насчитывалось. И вот мяч, грубо говоря, перекидывался между квадратами, пока не нарушались эти правила до первого нарушившегося. Кто нарушил штрафное очко. И потом была такая опция, что тогда по часовой стрелке менялись квадратами. То есть переходили на соседние квадраты. Иногда можно было играть 2 на 2, по-моему, по диагонали. Иногда мы играли в разнобой, но квадрат это была мегапопулярная игра советского периода. Футбол, само собой. Хоккей нет. Ну, зимой мы катались на коньках. У меня были коньки, конечно. И на школьных дворах заливали воду, просто заливали. Она замерзала. Было такое покрытие, может, не идеально ровное, но достаточное, чтобы кататься на коньках. На коньках мы катались, но не очень много. И в хоккей мы не играли. Ну, что еще? Баскетбол? Нет. Баскетбольные щиты были, но баскетбол не был популярной игрой. То есть вот футбол и квадраты. Ну и кроме того, были еще игры другие. Я помню, некоторые любили играть в ножички. Что это значит? Это на земле рисовали круг. И надо было кидать перочинный ножик, чтобы он воткнулся в какой-то выбранный сектор этого круга. Я не очень любил эту игру и не очень в нее играл. Были игры типа «Наши немцы» или «Казаки-разбойники». Ну, в основном, по-моему, «Наши немцы». Это еще отголосок Второй мировой войны. Особенно если там гаражи какие-то, там какая-то бесхозная территория, где можно спрятаться. Там делились на команды и там бегали. Кто-то прятался, кто-то искал. В общем, такие игры тоже были. Вот. Мы очень много проводили времени во дворах. Где-то допоздна сами гуляли. Там 9, 10, 11 лет. Мальчишки были предоставлены сами себе. Очень мало за нами следили. На самом деле, те, кто похулиганистит, они, конечно, всякие делали и дымовухи, и бомбочки, и еще какие-то пиротехнические забавы у них тоже были. Ну, вот такой быт советских школьников, советских мальчишек в основном. У девочек там были другие игры, и я не знаю. Но они больше по домам сидели, они меньше гуляли на улицах, как мы. Ну, то есть школа и то, что за пределами школы. Но сказать о школе, о средних классах я об этом не говорил. На самом деле, там программа была несколько другой. Там у нас уже не было одной учительницы, которая вела все. У нас были разные учителя, и мы ходили по разным кабинетам. Но я не сильно уже помню те предметы. Ну, это были, конечно, русский язык и литература, украинский язык и литература, математика. Уже стали разделяться алгебра и геометрия. И, кстати, добавилось еще непременный атрибут советского школьника. Это готовальня. Что такое готовальня? Это набор для черчения, условно. Это циркуль, это еще подобные устройства для измерения расстояний. Это транспортир, это линейка, естественно. Вот. Ну, это тоже уже добавилось для геометрии. Что еще, какие там были предметы? Добавилась история. Добавилась история СССР в начале. Потом уже история античности, средних веков и так далее. Добавилась география. Началась физика на очень... Ну, в последний год началась физика, но на очень примитивном уровне. По-моему, была ботаника еще. То есть, первая из биологических дисциплин. В принципе, как я уже сказал, это была несложная учеба еще тогда. Сложная стала учеба уже в старших классах. А таз учеба была еще достаточно несложная. И там делали домашнее задание мы довольно быстро. И поэтому вот очень много времени проводили вне дома. Ну, если кто-то не занимался спортом или музыкой, то, соответственно, во дворах. Вот такой был быт советских школьников конца 80-х годов. Ну, и, наверное, на этом этот выпуск я завершу. А в следующий раз расскажу о Чернобыле и о поездках. Потому что это вещи довольно связанные. О поездках в разные регионы Советского Союза. На море и куда-то там к родне. О поездах, о самолетах. Так что, если интересно, то оставайтесь на этом канале. И до новых встреч. До свидания.